В наших теплых краях можно сказать, что мотосезон не заканчивается никогда. Передвигаться на двухколесном коне байкеры могут даже зимой. Но, тем не менее, ежегодно с наступлением устойчивого тепла любители мотоциклов проводят официальное открытие сезона. Хотя слово «официальный» не совсем подходит для того, чтобы охарактеризовать мероприятие, проводимое этими свободолюбивыми людьми. Всего два раза в год мотоциклы могут беспрепятственно красоваться на главной площади Славенска-на-Кубани. Такой честью они удостаиваются в дни открытия и закрытия мотосезона. Байкерское движение – одно из немногих по-настоящему свободных движений. Здесь нет регламента и церемоний. Всё, чего не ждут от этих мероприятий – это общение с единомышленниками, которых не видели на протяжении долгой зимы. Хотя, если обернуться вслед ушедшей зиме, то можно сказать, что мотосезон так и не был полностью закрыт. Многие и всю зиму ездят. Есть люди, которые работают, даже ездят на мотоциклах. А в целом, Кубань нас любит, и мы любим Кубань, поэтому катаемся долго. Прежде всего, это встреча с тех людьми, которых мог за зиму не видеть, с которыми соскучились. Это прежде всего сбор коллектива единомышленников, имеется в виду мотосезон. И новые люди появляются. Очень хорошо, когда их больше и больше становятся люди, которые дышат одним воздухом, так скажем. Клуб «Ривас» был идейным вдохновителем открытия сезона в этом году. На общую встречу они позвали коллег из других байкерских клубов города – «Гефест», «Братья дорог». Приехали и гости из поселений района, а также из Красноармейского района, Краснодара и Анапы. Обозначенное время сбора уже давно прошло, а байкеры все подъезжали и подъезжали на площадь, выстраивая в ряд своих железных коней на радость проходящих мимо горожан, которые с интересом рассматривали эту выставку современной техники. Посмотреть здесь было на что – «Хонды», «Ямахи», «Харлеи». Классические и спортивные, средней ценовой политики и такие, цены которых превышают стоимость хорошей легковой иномарки. Конечно, каждому было приятно похвастаться своей техникой. Но, как утверждает президент клуба «Ривас» Захар, чтобы стать другом в любом байк-клубе, наличие мотоцикла и уж тем более его цена – непринципиальны. Байкеры открыты для всех, кто думает с ними на одной волне. Чем больше, тем лучше. Мы рады всегда принять в себе друзей, товарищей по мото-дружбе, по мото-клубу. И вообще, мы открытый клуб в плане дружбы. В числе байкерской братьев был замечен и руководитель развлекательного клуба «Эль» Александр Кияшко, который с недавних пор реализовал свою юношескую мечту и начал вливаться в дружный байкерский коллектив. К слову, именно «Эль» стал основным местом действия в открытии мотосезона 2018 года. Мы очень благодарны ребятам с мото-клуба «Ривос», которые просто-напросто вот этот вот организовали. Это ихняя идея. Мы здесь с нашим клубом «Эль» только поддерживаем. И мы просто в восторге от того, насколько здесь тесная, хорошая атмосфера, компания. Побольше бы такого рода вдохновения, идей, которые бы просто собирала молодёжь и показывала, насколько у нас разносторонняя она. Апогеем открытия стал приезд большой делегации известного на всю Россию мото-клуба «Блэк Смит». Причём повод для визита был значительный. Я хотел бы сейчас поздравить и объявить о том, что теперь в городе Славянск на Кубани есть чепта «Блэк Смит Смит Славянск на Кубани». Чем и поздравляю ботоклуба «Ривос». Ездите с этим флагом достойно. Вы теперь в большой и огромной семье Blacksmiths NC Россия. Если перевести с байкерского на русский язык, это обозначает, что славянский клуб «Ривос» стал региональным отделением Blacksmith. Ни гвоздя, ни жезла вам, братья. Такими традиционными словами завершил свою приветственную речь президент клуба Blacksmith Виталий Якуш. Остаётся добавить, что с открытием мотосезона без исключения всем участникам дорожного движения нужно проявлять максимум внимания и взаимоуважения на дорогах, чтобы лето прошло без трагедий. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».